Друзья, поехали с половинным составом Колесникова Доброго Времени. Антон, сегодня что-то вы мне заказали. Уж не нож ли? Вот памяти нет. Ладно, это наши личные дела, кажется. А, редкий случай, вы заказали записки зачарованного себе в каждого года. Узнав, что она подорожала и стала 1000 рублей, вы мелочиться не стали. Спасибо вам. Вот, четыре черенка шелковицы. Тоже спасибо, что заказали. Нож для правшей заказали. И, ну, что я скажу. Книгу я вашу подписал. Вот. Многие считают, что считают за честь, когда я подписываю книги. Мне это приятно. Мне это помогает поддерживать свою работоспособность. Вот. Идем дальше. Бухтияров. Ну, как всегда, на месте. Виноградов тоже. Привет, Алексей. Вот. Брат Зелезов. Привет. Елена. Здравствуйте. Наталья. Здравия. Сыбина. Мирослава. Добрый день. Вот. Виталий. Благополучие. Просветание. Николай. Здравия. Борис Твердь. Добра и света. Сергей Александрович. Здравствуйте. Оксана Кулакова. Доброго дня. Только лопатами меня не закидайте. Сейчас закидаем. О, держитесь только. А если я в прошлом году часть, весной, часть, осенью посадил Сара Целухом, но обрезку не сделала. Сейчас вы меня получите. Сейчас весна уже поздно обрезать. Или еще можно спасти. Вот я пока не могу сделать. Снега очень много. Давайте так. Когда вы посадили осенью, фактически вы не посадили. То есть развиваться было невозможно. Холодно. Вы как бы законсервировали. Вот некоторые говорят, вот я годом раньше, весной, год они у меня росли. Хреново росли. Вот. Конечно, я не обрезал. Да я и не знал, что теперь резать или нет. Я уже не знаю, что говорить. Может быть, уже и не резать не надо. Как-то адаптировались. Но раз осенью, вы их законсервировали. Холодно. Они ждали весны. А впереди весна. Да, надо обрезку сделать. Вы не опоздали. Так. Или еще можно спасти. Фото пока не могу сделать. Снега очень много. Ну, еще и сега. Господи, где-то цветут, а где-то снега. Вот страна у нас. Это как две страны. У Элька, сыночка, пилю верхушки. Хочу персик-рысянский. Так. Давайте так. Что успею, может быть, спасу. Мне для этого надо в деревню поехать. Я, во-первых, завтра позвоню. Смогу ли я завтра поехать тогда. Мне бы еще кто-то заказал. Был человек заказал мне 10 черенков. Этого самого. Шелковица. Я умел. Умносил 15 на... То есть 10 на 150 рублей. Полторы тысячи. Я тут же, извинись за выражение, задницу в горсти. Поехал в деревню. Зарабатывайте полторы тысячи. Вот так и тут. Вот раньше бы сказали. Вот. Причем я никогда не халтурю. Вот сейчас у меня были. Эти самые гости из Сабакана. Я достаю персик. А у меня стандарт 45 сантиметров. Мой лично придуманный. Они были по 35 где-то. Тогда я взял два места, одного положил. Вот. Вот по такому принципу. Да, можно было. Я завтра утром звоню. Вот там ночую в деревне. Сергей Железов. Я говорю, все, что можно спасти, спасаем. Вот. Я попробую хорошему человеку все это отправить. Чистые верхушки подарю. Если окажется, что в этой верхушечной части есть, допустим, возможность что-то вырезать на прививку. Ну, придется какие-то деньги заплатить. Вот. Борис Тверь. Доброго здоровья и легкости не скачу на подвоях. Не, мне надо записать. Все равно забуду. Сейчас. Персик, да, и, но. Где бы раньше, вот я же всю зиму продавал. Через персик. Так. Борис Тверь, добро-здраве. Кстати, плохо брали. Вот. Вот эти. Смотрите. Я продавал. Вот хотите вот пример. Чисто такой жизненный, чисто коммерческий. Вот сегодня сидят, муж с женой, да. Она, кстати, как вы сейчас говорили, еще и экономист. Я цену, знаете, персика с 300 рублей. А вот почему это, Алексея, у меня плохо брали. 300 рублей. Черенок персика. Пусть полноценный, но 300 рублей. Многие сажаются дешевле, чем моя веточка. Вот. Ценейшая, но все-таки 300. Я скинул за 150. Так. И вот сидят они, муж с женой. Вот. И в том числе решили заказать персик. Черенок. Я так же, как все, это там, абрикосы, шутер продал там, сладчайшие груши, черенки. Все поступили. И персик поступили. Закончили торговаться. Получилось 14 на 150, 2100 рублей. Она говорит, сделайте мне скидку. Мне так обидно стало. Вы представляете, я два раза скинул целую на персик. Она говорит, сделайте мне скидку. Вот, вот, в таком мире живем. Вот. Но она не виновата. Она цену просто не знает, вот этого персика. Персики, персик. Сало, как сало. А вот Алексей Венграно понимает. Если готов даже верхушки купить. Так. Ну, дальше серьезное письмо. Валерий Костинович пишет, Борис. Хочу на подвоях, выращенных из ваших костей, привыть в ваши же черенки. Вот. Но не хочу ошибиться по времени. Вы говорили, что бывает на время высокодвижения. Пока почки еще не набухли. У нас по ночам бывает. Или вы написали. Это мое пожелание, пока почки не набухли. Это общее пожелание. Или вы написали. Пока почки еще не набухли, у нас по ночам на своей температуре. Надо ждать. Я правильно понимаю, что верным признаком является набухание почек. Для меня, когда плачет береза, вот есть начало высокодвижения. Это принцип один. Только мы где-то видим, что плачет, а где-то не видим. А принцип это один по времени. Когда береза плачет, тогда и высокодвижение началось. Но. Давайте по-другому. Значит. Молодой саженец. У него корни замерзшие, допустим. То есть, в мерзой земле. Ну, ладно. И все это оттаивает. Что это тает на пол шоколопата. Все. Сок побежал. Обежал. Вот и вискас. Вот и все сроки. Так. Итак. Набухание почек. Это заканчивание. Сколько движений. Вот последнее мое наблюдение. О, это уже заканчивается. О заточке ножей, спрашивает Борис. Заточка должна быть со стороны среза или заоборот. Это срез будет там, где он. Причем тут срез. Давайте еще раз. Вот нож. Постараемся все дружно заполнить. Вот он нож. Он для левшей. Смотрите внимательно. Вот. Жалко. Мой нож в деревне. Итак. Значит. Обратите внимание, где у него находится это самое. Ну, назовем как. Каемка. Каемка. Вот нож. Вот каемка. Для левшей. Вот она. С вашей стороны. Вот каемка для левшей. Это так легко запомнит. Вот. А я, так как у меня памяти нет, я могу даже ошибиться с этой стороны. А привычка там 40-летняя. Смотрите. Я делаю заточку. Внимание. Какой поверхностью затачивается. Вот это. То есть это для левшей. А вот это для правшей. Надеюсь видно. Вот это для правшей. То есть. Я точу вот так. И получается каемка с этой стороны. Когда-то я пытался перетачивать. Ножи более мягкие ножи. Мягкие стали. Я сижу часами. Она была двусторонняя. И тут каемочка. Она мешает, эта каемочка. Делать ровный средств. Вот эта каемка. Я часами вот так вот. Вот часами, часами, часами. Один раз просил у толковя. Он не махом перетачил. Махом. То есть. Он стал, нож стал короче. Потерял ширину. Стал уже. Зато исчезла каемка вот с этой стороны. Вот. Итак. Это для левшей. И вот так вот если смотреть. Это для правшей. Это так же, как тот анекдотик. С другой стороны корову таит. Если со стороны рогов, то с одной стороны. Если со стороны хвоста, то с другой. Понятно? Ну, я надеюсь, все правильно объяснил. Для левшей, для правшей. С моей стороны для правшей. Каемка. Хух. Так, дальше. Виноградов. А, все виноградов. Видимо, Борис из Твери. Подогнал материал интересный. Ну, это уже Борис. Посмотрите сами. А, он уже пишет. Нет ответа на мой вопрос. Так. Виноградов. Конечно, со стороны Среда. Ибо заточка односторонняя. Вот. Зинейда. По старым сообщениям можно войти. Да, по старым можно войти. Олег Медеев. Всем здравствуйте. Неправильный нож. А, Олег. Ну что, друзья. Так ты смотришь. Как я счастлив. Вот. Это, знаете, как. Это, это Олег. Это, это Медзин. Ему бы этот институт поручить. Господи, какой бы в стране вся польза была бы. Ой. Если бы шофер-дальнобойщик стал директором института. Ну, кто ж его поставит. Это надо революцию типа 17-го года. Помните? Вот. Революционный матрос становится директором государственного банка. Помните? Ну, такого он никогда не будет. Сильно бюрократия сидит на своих местах. Само ничего делает. И людей талантливых не пускает. Именно из-за этого последняя проблема. Это главная проблема. Так. Что пишет Олег? Неправильный нож для правши оставляя в себе. Это тот, который, видимо, этот. Тот специалист сделал. Надежде увлечь в тайцу прививки кого-то из своих близких. То есть, я понял, Олег, вылевши. Так. А раз у вас нож для правши, он, наверное, неплох. Ну, я как вижу, он неплох для правши. Значит, вы его себе оставляете. Все понятно. Борис, если идет тот-то, не нашего сорватка Олега, а тот того товарища. Дальше. Борис, если идет березовый сок, смело поливайте и под бутылку. Правильно? У нас с Олегом мысли сходятся. В оба основания. Добрый вечер всем. Делюсь своим результатом сертификации Костя Касанского. Сокургай-22. Сокургай-22. Павел Сергей-21 году. Павел Сергей-21. Что, у вас плавноился, что? Ничего не понимаю. Делюсь, летать с сеттификации Костяки. Сокургай-22. Сокургай-21. Сокургай-21. Получается, что он вас успел урожать, значит, что? Нажимаем на ссылку. Неужели это уже с вашего? Вот они результаты. У вас хорошая схожесть. Но вы немножечко проворонены. Согласитесь. Это еще не трагедия. Но сейчас очень сложно. Очень сложно будет. Садить его. Вот это уже когда первого-два-два-перосток. Ай, жалко. Ладно. Давайте на вебинар вернулись. Елена Барикасич. Я новенькая. Хоть новенькая поговорить. Только осенью купил участок. Хотелось бы посадить и першики, и апрекосы, и черешню. Сейчас только две трясливы, которые покрыты решайниками. Ну, хотела купить черенки, но прервать не на что. Может, у вас можно купить подвой. Ну, естественно, можно. Но только желательно в виде косточек. Носите с этого. Вот. Носите с этого. Ну, что можно, Сергей? Какой подвой купить? Ну, вот какой. Ну, вот какой он, вот какой. Стоит привить удачно. От 1000 до 2 саженец стоит. Возьмите по подвойнюю покупать. 500 по 1000 рублей. То есть, для прививки слива, еще что-то. Не знаю я. Тем более, я саженцы не продаю лично. Вот. Я могу продиктовать вам телефон. Запишите. Телефон невестки Татьяны Александрович. 8. 913-444-31-78. Вы можете сказать. Татьяна Александровна, я хочу купить подвой для прививки. Вот. Это могут быть сибирские, сибирьки, яблони сибирьки. Вот. Это могут быть эти же груши. У нее их много, но, еще раз говорю, когда он приведет, они сразу станут от тысячи и больше. Вот. Воды продавать, не знаю. Это могут быть и мажорский обрекос. Видели, сколько на сажение пошло? Саженцы. Один год такой был. Может быть, продаж. Попробуйте. Кстати, вы написали, уже разговаривал. Тогда какой результат был? И раз вы уже разговаривали. У меня купить невозможно. Так, вы договорились с ней на 1 мая. То есть, все-таки получается, что вы договорились, а мы зря только с вами сейчас об этом говорим. То есть, какие-то они вам, Сергеем, какие-то саженцы на подвое продадут. Лобасова. Да, у Сергея покупал саженцы, но в первом году. И он в этот же год даже цвел, три цветка было, но не опали. А в 2022 году, первые 8 перс. Да, я вас поздравляю. Это лишний раз, говорю. Потому что если такие нежные персики, да еще пересаженные, да еще тут же зацвели, а на второй год уже и пусть 8 персиков, пусть 8 плодов. Это успех дичайший. И эти 8 уже у вас лопнули, и уже чуть-чуть вы проворонили. Чуть-чуть бы раньше бы их посадить, а? Недели раньше, скажем. У вас персиковый сад сразу. А начиналось из чего? С этого саженца. Какой бы он ни был дорогой, может, он тысячу стоил, может, полторы. Но какой бы он ни был дорогой, он же себя купил. Согласны? Так, кажется, мы с вами закончили. Пока никто не пишет, надо быстренько-быстренько прощаться. Так, что получается? Подождем, что сделает Сафрона. Найдет техническую возможность, например, сделать так, чтобы у нас было больше просмотра. Ну, чтобы в этих... И вы знаете, если кто-то понимает психологию мою, гражданин, уже не садовод, а гражданин России, который видит дичайший бардак, который во всех, везде и всюду. В академии, в медсельхозе. Вот. Это главный результат. Это бардака. Это даже не ошибки. Это равнодушие. Ну, ты не знаешь как. Ну, пусть тебя научат эти же самые латинков, броски, этот самый, водных железов. Вот это равнодушие. Не то, что не знаем. Знать не хотим. Вот что. Нет у нас путних сортов. Да и не надо, и жили, и будем жить. Так что в стране никого не волнует. Вот так вот. Так что будем смотреть. Может быть, Сафрона справится с бедой. Чтобы у нас хотя бы, как раньше было, от 500 до 1000 просмотров. А дальше каждый из вас расскажет соседям. Вот. Опять искалечил дерево. Опять искалечил. Хватит искалечить. Купил дерьмовый саль. Если он купил, так спроси, хоть на что привит. Почему у него корней какой-то? У бороденка, у китайца. Так. Значит, не успел я закончить. Тимур из Карелии пишет. Ну, а раз контора пишет, мы дождем. Так. Продолжение следует...